Они еще еле бьют по мячу и пока толком не могут попасть по воротам, однако это не мешает таким юным футболистам участвовать в серьезных соревнованиях. Дальневосточный турнир среди воспитанников Международной детской школы юниор прошел во Владивостоке. На, возможно, первом серьезном чемпионате в своей жизни собрались четыре команды из Приморской столицы, Благовещенска, Якутска и Камчатки. Мы первый раз проводим такой турнир. Ранее эти турниры не проводились на Дальнем Востоке. Мы перенимаем опыт иностранных школ и академий, которые занимаются с детьми начиная с трех лет. На Владивостокское поле выходили ребята 5-7 лет. И пусть пока у юнцов нет толком командной игры, да и футбольное чутье еще хромает, это не мешает сумилениям и одновременно переживаниями следить за игрой их тренерам и родителям. Дополнительно занимались, еще ходили на дополнительную усиленную тренировку. Очень готовился, очень был рад вчера, что мы одну игру выиграли даже. И в общем довольный, такой масштабный праздник. Наставники школы, как им и подобает, вне матчевого времени в рамках турнира провели и пару поучительных уроков. Сначала тренеры провели между собой товарищескую показательную игру, а затем показали небольшой мастер-класс. Как отметили организаторы, борьба за победу на этом чемпионате отошла на второй план. Главнее всего было такими соревнованиями сдружить маленьких футболистов. Многие дети приходят, кто-то ходит в садик, кто-то не ходит в садик. И уже, скажем, для кого-то общение со сверстниками – это небольшой стресс, проблема, а кто-то наоборот. То есть основная задача, я считаю, это. А уже дальше, когда они будут расти, мы уже, конечно, постараемся что-то, каких-то футболистов из них слепить, грубо говоря. По итогам двухдневных баталий почетное третье место завоевала команда с Якутска. Вторую строчку заняли владивостокские футболисты. Наши юные спортсмены уступили заслуженному победителю турнира – команде из Петропавловска-Камчатского. Именно они будут представлять весь Дальний Восток уже на федеральном этапе, игры которого пройдут в Москве. Мои ребятки показали себя очень с хорошей стороны, что меня очень порадовало. Мы обыграли Владивосток, обыграли Якутск, сыграли не очень удовлетворительно с командой Благовещенска. А так, в общем, все команды показали себя с очень хорошей стороны. Стоит отметить, что все мальчишки, кроме командных медалей и кубков, получили и персональные награды за первые в своей жизни турнирные заслуги. Ребята говорят, у нас десятая награда, у кого-то пятая. А наши, у меня пока первая. Так вот, эта первая, она, наверное, больше всех запомнится. Не им, а родителям. Это и их результаты. Это очень важно, чтобы это некий показатель тому, чему они научились. Потому что только турнир это может показать. И я думаю, что это станет добрая традиция именно в городе Владивостоке проводить вот турниры для самых маленьких. Максим Яковлев, Станислав Лазевный. Новости спорта на восьмом.